Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава третьей книги Ездры, читаем синодальный перевод для библейского портала экзегет. Ну и здесь у нас начинается диалог, очень серьезный диалог. В прошлых главах мы в основном читали, что говорит наш лирический герой, я назвал бы его Ездры, но я совершенно уверен, что этот лирический герой не является историческим книжником Ездры, который возглавил и восстановление храма, и жизнь общины после возвращения из плена Вавилонского. Это такой собирательный образ, я напомню, что книга-то у нас не то, что неканоническая, она вообще на границе Библии, да, и только вот в русской традиции она в библейские книги входит. Даже у греков ее нет, не говоря уже там о католиках, тем более протестантов. Вот, и диалог, собственно говоря, призван ответить на вопросы. Ездра молится в предыдущих главах довольно долго и подробно, примерно так же, как молятся многие другие герои Ветхого Завета, но я бы сказал, что у него есть такая нотка требовательности, да, вот, которую у них не встретишь, разве что у Иова, но Иов – это особая книга. А именно он говорит Богу примерно так, «Господи, мы твой народ, почему тогда нам так плохо, а всем остальным так хорошо? Давай уже что-нибудь сделай на эту тему». И в седьмой главе он получает некое подобие ответа. «Когда я кончил говорить эти слова, послан был ко мне ангел, который посылаем был ко мне в прежние ночи». Видите, такое интересное постоянство, да, то есть вот Ездра, здесь собеседник ангелов. Моисей у нас беседовал с Богом, как бы кто беседовал с другом своим, да, как говорит о нем завершение книги «Второзаконие», а Ездра только с ангелами, но тем не менее они ему отвечают по сути, задаваемых вопросов. «И сказал мне, встань, Ездра, и послушай слова, которые я пришел говорить тебе». Я сказал, говори, господин мой. Ну, не случайно вот эти вот все формулы вежливости, они, собственно, подсказывают нам, что Ездра при всей своей требовательности он иерархию соблюдает, да, то есть он с ангелом общается, ну, как с посланцем Божьим, а не просто ему задают вопросы. «И он, ангел, сказал мне, море расположено в пространном месте, чтобы быть глубоким и безмерным, но вход в него находится в тесном месте, так что подобен рекам». Не очень понятно, что имеется в виду, что значит вход в море. Ну, наверное, не пляж, где люди купаться, заходят по мосткам каким-то, да, может быть, имеется в виду некоторые источники моря, потому что в древности было представление о том, что море, ну, как река, да, она имеет свой исток. И море имеет свои истоки, которые где-то вот там в глубине, в Великой Бездне коренятся, и вот водой пополняются. Другое толкование, что, может быть, это действительно, ну, имеется, например, Красное море, которое там сужается очень сильно к северу, и начало моря, оно действительно, даже глядя не подумает, что это вот какое-то очень большое море, выглядит как такая река. Ну, неважно, в общем, море огромно, но вход в него совсем невелик. Кто пожелал бы войти в море и видеть его, опять-таки не купаться, видимо, а проникнуть туда вглубь, это скорее уже какие-то батискафы и все прочее, которых тогда, конечно, не было. Или господствует над ним, а тот, если не пройдет тесноты, как может дойти до широты? Вот здесь все-таки заставляют это место думать, что, имеется в виду, наверное, вот какое-то узкое место, может быть, действительно, север Красного моря, где оно еще почти как река. И иное подобие. Город построен и расположен на равнении, наполнен всеми благами, но вход в него тесен и расположен на крутизне, так что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Вот это уже точно ни на что не похоже, потому что город стоит либо в долине, либо на горе, и вход, соответственно, там же, где и город. А здесь у нас город в долине, а вход в него на горе. Какое-то странное сооружение, таких городов не бывает. Но, видимо, это действительно некоторые подобия, речь не идет о море и о городе, а описывается нечто широкое, обильное и прекрасное, в которое трудно войти. Между прочим, абсолютный евангельский образ, да, тесен путь и узкие врата. И, между прочим, еще вот огонь и вода, да, опять-таки таких городов не бывает, но бывает, что рвом окружен город, хотя на Ближнем Востоке не строили рвов, слишком уж вода ценная вещь там. Но чтобы огонь защищал, такого уже нигде не было. То есть это вот некоторый такой образ фаервол, как сегодня это называется, но это уже компьютерные технологии, а образ именно оттуда огненная стена, через которую пройти нельзя. Между ними, то есть между огнем и водой, лежит лишь одна стезяна, которая может поместиться не более, как только ступень человека, ну, стопа в современном русском языке. Если город этот будет дан наследству человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности? Вот, опять-таки, узкий путь, да, абсолютно евангельская образность. Евангелие говорит практически о том же самом. Но давайте мы сейчас увидим, в чем разница в употреблении этих образов. Да, Евангелие говорит об одном человеке, который на пути к Богу, ну, должен себя сдерживать, ограничивать, который должен пройти через какие-то опасности, неприятные истории. Здесь вроде бы о том же самом. Я сказал так, Господи, и он сказал мне, такова и доля Израиля, а вот здесь о народе, да? То есть здесь народ, как эта самая коллективная личность. Вот в чем разница, собственно, между Ветхим и Новым Заветом и книга, третья книга Ездра, не случайно на границе. Да, она говорит еще об Израиле, как о народе, но уже использует очень много евангельских абсолютно образов. Точнее сказать, и Евангелие, и Третья Ездра используют одни и те же образы, которые были тогда в ходу. Итак, такова и доля Израиля. Для них я сотворил век, но когда Адам нарушил мои постановления, определено быть тому, что сделано. Опять-таки, очень христианская мысль, как нам кажется, на самом деле, она общая для того времени. Грехопадение изменило мир таким образом, что стало необходимым какое-то дальнейшее развитие событий, не очень простое, да, и не очень всегда приятное. И сделались в ходу века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, ну, лукавыми, то есть, как бы ненадежными, да, исполненными бедствиями и требующими великого труда. А в ходу будущего века, вот, опять-таки, противопоставление царства земного и царства небесного, только здесь это называется этот век и век будущий. В иудаизме, кстати, эти выражения так и сохранились до сего времени, ну, будущий век – это то, что в христианстве называется царством Божьим, царством небесным, вот, некоторый мир, где зло побеждено, и Господь воцарился. В ходу будущего века пространно, безопасно и приносит плод бессмертия. И так, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное бедствие, они не могут получить, что уготовано. Опять-таки, образ небесного града, небесного Иерусалима, в котором верующие получают то, что им предназначено, да, но войти в него трудно. «Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен? Зачем не принял ты в сердце своем того, что будущее, а принял то, что в настоящее?» Ну, и вот здесь такой, знаете, вот, довод, который очень многих смущает. Получается так, в этом мире, да, все плохо, но в будущем-то будет прекрасно. Человек может сказать, ну, я будущего мира не видел, вы мне о нем рассказываете, но где гарантии, да? Вот гарантии нет, потому это называется вера. «Я отвечал и сказал, Владыка Господи, вот ты определил законом твоим, что праведники наследуют это, а грешники погибнут. Праведники потерпят стесноту, надеясь пространного, а нечестиво жившие, хотя претерпели стесноту, не увидят пространного». Вот наш лирический герой говорит, да, хорошо, согласен, но все равно же есть разница, да, нам в той жизни будет хорошо, а им плохо. Очень хочется всегда так сказать. И человек, который видит торжество, несправедливость, а мы это все время видим в нашей жизни, который видит, как люди явно грешные, вот не подозреваемые грешники, а вот откровенно живущие очень грязной жизнью люди, могут при этом быть в полном порядке, да. И наоборот, настоящие праведники бедствуют. Книга Иова ровно об этом. А вот он такой резонер, он говорит, а, ну хорошо, ладно, сейчас мы все немножко помучаемся, но потом нам будет хорошо, им плохо. Он сказал мне, нет судей выше Бога, нет разумеющего более Всевышнего. Сразу вот ты подожди за Бога говорить, да, судить будешь не ты. Иова, кстати, тоже самое сказали. «Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божьем. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, они будут наказаны. Они не послушались, воспротивились ему, утвердили в себе помышление суетное». Ну, то есть это о законе, да, вполне понятно, Бог дал закон, если его исполнить, то все будет хорошо, люди его нарушают. Тоже абсолютно новозаветная мысль, апостол Павел очень много на эту тему размышляет, только он добавляет, вообще-то все нарушили закон, нет человека, который бы его не нарушил. «Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что его нет, не познали пути его, презрели закон его, отвергли обетование его, не имели веры к обрядовым установлениям его, не совершали дел его, и потому ездра пустым пустое, а полным полное». Ангел, в принципе, согласен, только сделал оговорку, что судья – это Бог, а не ты, подожди, с выводами. Но вот принцип «пустым пустое, а полным полное». Не то, что Бог разбирает жизнь человека на каких-то весах, это образ очень многих древних культур, человек после смерти попадает в загробный мир, египтяне очень много на эту тему размышляли, ну и другие народы, вот эти посмертные весы, на которые добродетели на одну чашу по руке, на другую кладутся, и что там покажут весы, что перевесят, значит, туда человек и пойдет, либо в место мучения, либо на поля блаженства. А здесь очень ясно сказано «пустым пустое, полным полное». Человек приходит каким-то, не говорится, что он должен быть безгрешен или что там в его личном балансе, как банковский счет, и там либо в минус залез, либо наоборот у тебя большой плюс на счету. Очень хорошо тогда, можешь себе многое позволить. Но вот какой ты пришел, такой ты и остаешься в этом будущем веке. «Вот придет время, когда придут знамения, которые я предсказал тебе, явятся невесты, и являясь покажется скрываемой ныне землей». Вот тоже образность абсолютно христианская уже из Откровения Анны Богослову. Мы видим в Третьей книге Ездры, что язык вот этих видений, откровений, вот эти понятия, они уже существовали к моменту возникновения христианства. Кстати, мы не знаем, когда была написана книга, и, возможно, вот в нынешнем своем виде, даже весьма вероятно, уже когда были христиане, и несет на себе какой-то отпечаток христианства. Первые две главы точно, мне кажется, они непредставимы себе вне какого-то христианского контекста. «И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса мои, ибо откроется Сын мой Иисус теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет». Ну, я только что сказал о христианстве, и вот вам, пожалуйста, Иисус. И дальше прочитаю стих. «А после этих лет умрет Сын мой Христос, и все люди, имеющие дыхание». Иисус Христос, все, пожалуйста, это христианская абсолютно книга. Или другой человек скажет, но это пророчества, которые были, может быть, до Христа, но где уже все про него известно. А с другой стороны, а что за 400 лет? Такого срока мы нигде не видим. В откровении есть тысячелетнее царство. 400-летнего нет больше нигде. А можно сказать так, что, во-первых, имя Иисус означает «Господь спасения», да, «Господне спасения» или «спасение от Господа», можно так перевести. А Христос – это просто помазание к Мессии. И более того, имя Иисус было довольно распространено. То есть, не обязательно, увидев слово «Иисус», подразумевать под ним Иисуса Христа, как он описан в Евангелиях. У нас были и первосвященник Иисус в тех же самых книгах «Ездор не имея», «Иисус новин» задолго до того, да, и вообще многие люди это имя носили. Помазанник – это, в принципе, любой царь, хотя они ожидали какого-то особого царя, который в полной мере это помазание на себе явит. И мы верим в то, что Иисус Христос, как он описан в Евангелиях, и есть такой самый царь. То есть, может быть, это некоторое представление, которое еще даже до христианства возникло. И тогда мы начинаем понимать, если это так, что Евангелие описывают нам мир, где все его ждут. Когда приходит Иоанн Креститель, к нему приходит, «О, так это ты Мессия, ты Христос». Он говорит, «Нет, не я, но сейчас придет». То есть, для них уже это такое ожидание, когда все знают, что это должно произойти, но еще никто не знает, кто это будет и когда конкретно это случится. Может быть, это вот следы такого ожидания. Потому что, мне кажется, если бы это христиане писали, то, наверное, они бы написали не 400 лет, а как-то иначе. Либо срок земной жизни Иисуса, либо это самое тысячелетнее царство из Откровения. И опять-таки умрет Сын мой Иисус Христос, Сын мой Христос, если не сказано, Иисус, и все люди, имеющие дыхание. Да, вот тоже в Евангелиях мы не видим, чтобы со смертью Христа умерли все или хотя бы даже очень многие люди. «И обратиться век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого». Ну, сотворится мир, да, вот из мира исчезнет человек. «Семь дней без человека». «После же семи дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный». Ну, вот будущий век, который даже не будет сотворен, а он усыплен, он как бы спит. Вот в Новом Завете мы читаем в Евангелиях «Царство Божие внутри вас» или «внутрь вас есть», как синодальный перевод немножко так неграмматически это описывает, то есть оно среди вас. И здесь примерно то же самое. Этот век усыплен, будущий век усыплен, а ныне поврежденный, да, вот поврежденный бодрствует, он умрет, а будет другой, он уже здесь, но просто он спит. «И аж даст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут веренным им души». Веренные им души. Вот здесь, конечно, воскресение мертвых, при этом земля отдает тела, и некие особые хранилища отдают души. Вот деление на телу и душу здесь тоже уже вполне явно присутствует. Оно есть и в Новом Завете. «Тогда явятся Всевышние на престоле суда, и пройдут беды, и окончатся долготерпение. Суд будет один, истинно утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда». Ну вот последний суд, и после него это самое вечное царство. Совершенно Новый Заветный язык. Но как ни странно, мне кажется, что это не христиане писали. Они бы написали немножко иначе, более конкретно. Первые две главы, мне кажется, люди, ну, по крайней мере, близко знакомы уже с христианским учением. А основная часть книги, минус первая и последняя две, это всё-таки вот где-то на пороге христианской эры. Это вот тот мир, куда приходит весть о Христе. И этот мир её ждёт, этот мир готовится к этой встрече. Он только ещё ничего конкретно не знает. Ну, Ездор отвечает. «Я сказал, Авраам первый молился о содомленных, Моисей за отцов, согрешивших в пустыне, Иисус после него за Израиля во дни Ахана». А Иисус новин, конечно, имеется в виду. «Самуил и Давид за погубляемых, Соломон за тех, которые пришли на освящение, Илья за тех, которые приняли дождь, И за мертвеца, чтобы он уложил, И языки за народ во дни Синахирима, И многие за многих». То есть праведники молились за грешных. Даже вот мы не знаем, что за люди, за которых молился Соломон, видимо, имеет сюда освящение храма. Туда пришли люди, в том числе грешники. Он говорит, праведники всегда молились за грешников. Итак, если тогда, когда усилилось растление, умножилось неправда, праведные молились за неправедных, то почему же не быть тому и ныне? Опять-таки, очень новозаветная мысль, то, что по молитве праведника грешник получает прощение. И он говорит, смотри, если так всегда все было, то, в общем, ну, пора уже, хватит ждать. Уже, в принципе, все-то самое главное состоялось. Он отвечал мне и сказал, «Настоящий век не есть конец. Славы в нем часто не бывает, потому молились за немощных». «День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление, прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, высияет истина. Тогда никто не может спасти погибшего, не погубить победившего». Та же абсолютная евангельская мысль, она вот в притче о пшенице и плевелах была дана. То есть сейчас все растет. Нынешнее состояние нестабильно. В нынешнем состоянии возможны переходы от праведности ко греху и обратно. Суд подведет черту. Суд будет вот окончательным установлением правды, и тогда уже ничего не изменишь. И, соответственно, он отвечает как бы не прямо на вопрос Ездра, «Ну, пора уже, но косвенный ответ мы видим, то есть не торопись, еще есть время для покаяния, время для изменения». И отвечал и сказал, «Вот мое слово первое и последнее». О, как он с ангелом, да, он такой у нас настойчивый, это я мягко выражаюсь. «Лучше было не давать земле Адаму, или когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешил. Что польза людям? В настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказание». Вот вечный богословский вопрос. И здесь он задан, может быть, не совсем для нас ясно, но понять-то нетрудно. Смотрите, Адам согрешил, в мире воцарился грех, за него грядет наказание. А нельзя было как-нибудь без этого обойтись? Не давать земле Адаму, ну, то есть не давать ему возможности согрешить. Вот Господь его поселил в Адамском саду, а там дерево, с которого он плод сорвал. Да не надо было селить. Был бы Адам в каком-нибудь месте, где он согрешить не имеет физической возможности. Такой в космосе, где вообще ничего нет. Один он сам по себе. Ну, ему, наверное, было бы довольно скучно, но зато бы он не согрешил. Или удержать его, чтобы он не согрешил. Только он протянул руку к запретному плоду, а его хватит за эту руку, да, и не дает согрешить ему некий ангел. И тогда все было хорошо. Ну, ответ, мне кажется, довольно очевиден. Человеку дана свобода воли. Если бы нам эта свобода не была дана, то это был бы не человек, это была бы кукла. Да, вот как театр кукол, где кукла есть, но она лишена своей воли, ей управляет кукловод. Вот человек был бы такой куклой в руках Бога, ангелов, каких-то сил еще. При этом кукле, конечно, не применимо понятия греха. Но хотели бы мы быть куклой-марионеткой, которая лишена либо возможности проявить свою волю. Воля есть, но она ни в чем не выражается, да. Я хочу объявить там войну всему миру, но у меня нет армии. Либо сама воля бы немедленно корректировала случай, если я делаю что-то плохое, ну, протянул руку там украсть, а у меня вдруг временной параличи хватило, я не смог украсть и так далее, да. И человек вот постоянно получает такие сигналы, которые его направляют. А сейчас уже технологии дошли до того, что в мозги вживляют какие-то определенные электроды, но с животными это в основном делается. Вот человек такая подопытная крыса, да, которая дает разряд тока, если она ест неправильную еду и стимулирует центр удовольствия, если она там что-то правильное делает. Ну, для Ездра это кажется хорошим выходом. О, что сделал ты, Адам! Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Вот Павел об этом будет без конца рассуждать. В Адаме все согрешили. Потом богословы будут ужасно мучиться с этой фразой. В каком смысле все согрешили в Адаме? Я, простите, в нем не грешил, меня тогда на свете не было, я не мог. А если он когда-то согрешил, то как я наследую этот первородный грех, то, что получил название первородного греха в последующем богословии, это последствия греха, греховность человеческой природы, склонность ко греху. Или это некоторая наследственная вина, но если наследственная вина, то как может Бог праведно и карать меня за то, в чем я лично абсолютно невиновен? Или это некоторое свойство человечества в целом? Да, вот богословы будут мучиться, Ездор уже задает этот вопрос. Что польза нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делаем смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделали суетными. Нам уготовано жилище здоровья и покоя, мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходим по путям злым. Ну вот для нас все готово, а мы из-за своего греха этого лишаемся, что же хорошего? Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покои и врачевство. Но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд, воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы. Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать. Ну, вот такой плач о грехе Адама, тоже очень христианская вещь, потом это будет в христианской культуре не раз повторено. Ну, многие знают, скажем, по православной службе прощенного воскресения, когда этот плач Адама, он звучит в самом ее конце. Вот у Ездра уже он есть. Конечно, плач не Адама, но плач нынешнего человека о грехе Адама. Он, ангел, отвечал и сказал, это помышление о борьбе, которое должен вести на земле родившийся человек, чтобы, если будет побежден, то потерпеть то, о чем ты сказал, а если победить, получить то, о чем я говорю. Ответ ангела – борьба. Ездра хочет комфорта. Ездра, наш лирический герой, хочет, чтобы возможность грешить была у человека отнята, и тем самым он был бы, ну, таким домашним котиком милым, которого гладят, кормят, но и все. Он говорит, у человека есть борьба. Это та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил к народу, говоря, избери себе жизнь, чтобы жить. Но они не поверили ему, ни пророкам после него, ни мне, говорившим к ним, что не будет скорби о погибели и как будет радость о тех, которому готовы на спасение. А вот в жизни все дается с некоторым усилием, да, мы это прекрасно знаем. Человек начинает учиться говорить, ходить, он делает ошибки, спотыкается, падает. Человек идет в школу, потом у него там начинается взрослая жизнь, тоже очень много всевозможных ошибок, падений. Но человек учится, да, если его поместить с самого рождения в некоторую теплую вату и кормить там раствором через трубочку, но он вырастет не человеком, а каким-то просто физиологическим организмом, да, у него не будет никакого человеческого сознания, опыта, он не то что не повзрослеет, у него и детства-то не будет, да. И вот поэтому у человека есть возможность выбора, а если есть возможность выбора, неизбежно есть ответственность за сделанный выбор. Если можно выбрать добро, значит можно и зло. Если добро награждается, значит зло наказывается. Я отвечал и сказал, знаю, Господи, что Всевышний называется милосердным, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир, и милует тех, которые провождают жизнь, провождают жизнь в законе его. Он долготерпелив, ибо оказывает долготерпение к согрешившим, как к своему творению. Он щедро бы готов давать понадобности, и многомилостив, и обнажает милости свои к живущим ныне, к живущим и к тем, которые будут жить. Вот здесь я разговаривал уже на другом немножечко языке. Он понял, что ответ на эту проблему это милость Божья. То есть, если грех влечет за собой наказание и смерть, человек так или иначе грешит, то, а хорошо бы человек лишен был возможности грешить, нет, это тогда не человек. Ну, тогда ответом становится милость Божья. То есть, возможность прощения греха. Ибо если бы не умножал он своих милостей, то не мог бы век продолжать жить с теми, которые обитают в нем. Ну, то есть, если бы за каждый грех немедленно следовал наказание, то тут бы давно была выжженная пустыня. Все бы сгорело, и все бы умерли. Он подает дары, ибо если бы не даровал по благости своей, да облегчаться, совершившие нечесть от своих беззаконий, то не могла бы оставаться в живых десятитысячная часть людей. Он судья, если бы не прощал тех, которые сотворены словом его, и не истребил множество преступлений, может быть, из бесчисленного множества остались бы только весьма немногие. Ну, вот продолжение той же самой мысли, да. Ответ, на самом деле, не в удержании каждого человека от греха, вот хватать его за руку, вот только протянуло, а его схватили. Ответ в возможности прощения, да. Иначе бы мир просто сгорел. Давняя, давняя мысль, которая общая для христиан, для иудеев, не знаю, как в исламе присутствует ли она, что мир стоит на двух действиях Бога, это справедливость и милосердие. То есть, наказание и прощение. Без наказания по творству злу, без прощения выжженная пустыня, когда все наказаны и никого не осталось. И вот, некоторый баланс этих двух, начал этих двух свойств или действий Бога и определяет, собственно, жизнь верующего человека. Для верующего человека он определяет жизнь всего мира, и в восьмой главе это продолжится.